Всем привет, меня зовут Александр, это канал Музлов Плей, мы с вами продолжаем играть в Субнафтику. Итак, вышло очень большое обновление, которое наконец-то добавило в игру возможность вылечиться, потому что раньше это было только в тестовой версии игры, в релизной версии этого еще не было, хоть у нас до сих пор ранний доступ, но я так понимаю, что мы все ближе и ближе подбираемся к релизу игры, ну, потихонечку. Теперь добавили нам призрачных левиафанов, которые находятся в биомах Lost River, Grand Reef и Void. То есть там нужно быть очень аккуратными, потому что это очень-очень жесткие твари. Следующее, что у нас обновилось, это Циклоп, у них так же называется теперь Циклоп 4.0. У него теперь 6 слотов для апгрейдов, у него иммунитет против всех средних созданий, то есть они теперь не могут нанести ему урон. Это такие, как Акулы, Сталкеры, теперь у него нету кулдауна на тихий ход и щиты, а также немножечко улучшили производительность где-то там на 9%, FPS подняли. Ну и так, по мелочи, по мелочи, что-то там сделали у нас с журналами теперь. Ага, опять немножко по-другому, я так понимаю, он отображается. Журнал именно вот этот, скорее всего, да? Скорее всего, именно этот журнал немножко изменили отображение. И добавили в игру какашки вот этим ходунам, страйдерам, которые ходят по дну моря, такие огромные, просто вот ходят и съедают все. Мы даже находили их в самом начале моего предыдущего выживания. Что там у нас с FPS? Давайте посмотрим. Так, секундочку, берем с вами глайдер и погнали. Не, ну на самом деле прикольно, мне нравится. Давайте куда-нибудь туда проплывем. Когда мы далеко плывем, у нас начинают прогружаться зоны и сразу все понятно, что там с производительностью, тянет компьютер, не тянет компьютер. Как только начинает лагать, при прогружении зоны сразу становится все на место, сразу становится все понятно. Но, как видите, сейчас все прогружается очень-очень неплохо. Кстати, мы с вами находимся, если не ошибаюсь, сейчас в биоме травяное плато. То есть здесь у нас не должно быть опасно. Я понял, хорошо. Ладно, поплыли внутрь циклопа, посмотрим, что там в циклопе изменили. What the... What the... Это что такое? Это что такое? Почему вода внутри циклопа? Эй, двигатель выключен. Ну. Замечательно. Почему у меня вода-то внутри циклопа, ау? Ты мне объясни, родимый. Давайте-ка погрузимся, посмотрим, что происходит. Ну-ка, давай вали отсюда. Плевать, он мне не может ничего сделать. Воды нет? Нет, воды нет, а то просто были, значит, заглюки с графикой. Окей, пусковая установка у нас на месте. У нас энергоячейки здесь. Теперь у нас здесь 6 слотов для улучшений. Тихий ход. Тихий ход, отключаем. Понятно, то есть действительно, теперь у нас нет проблем с тихим ходом. Он у нас постоянно работает, то есть включается, отключается. Понятно, кулдаунов нету. Отлично. Ладно, это замечательно, это хорошо, что так работает. Это теперь гораздо удобнее стало. И следующее, что я хочу посмотреть, это выяснить, какие нам нужны ресурсы на креветку. Пойдемте посмотрим. О, даже отображение ресурсов, кажется, изменили. Так, на креветку нам нужны кристаллы оксида алюминия, пласталевый следок и аэрогель. Но если не ошибаюсь, в свое прошлое прохождение я находил аэрогель. О, теперь даже типа температуру показывает. Видите, слева внизу, ломантелька. Нам что, теперь может становиться холодно-жарко? Вот этого я не видел в апдейтах. Может быть, это в каком-то из последних апдейтов, которые я просто не заметил, добавили. Где-то, где-то должен быть аэрогель здесь. Я в этом уверен, потому что я его раньше находил. Это просто сейчас я ленивой задницей его не нашел. Что там происходит? Да ладно, ты что, шутишь, что ли? Вау, вы сейчас это видели? Вот это было жестко. Вот это было сейчас жестко. Ну, куда его чинить? Вау, до 28% он его пробил. Что-то какие-то заглюки. Ладно, садимся обратно. Вау. Вот это было очень жестко, реально. Так, секундочку. Аэрогель, аэрогель. Вот, я нашел гелеобразный мешочек. В прошлый раз я его находил, а в этот раз нет. В этот раз я про него совершенно забыл. И если не ошибаюсь, его можно просто собирать. И при помощи него... Да, гелеобразный мешочек, и при помощи него мы уже сможем делать гель. Но нам еще понадобится оксид алюминия, а у меня их не так много. На самом деле, наверное, надеюсь, что мне хватит. Там всего нужно два. Давай выплывать отсюда аккуратненько. Здесь вообще их, по идее, должно быть очень много. Рядом с Авророй они водятся. Я помню в прошлый раз, когда я здесь плавал. Ну, потому что я здесь все полностью изучил. В прошлый раз, когда я здесь много времени провел, плавал. Я как раз их тогда и нашел. Ладно, давай в другом месте немножко поищем. Я все-таки не хочу сюда возвращаться 10 раз. Один раз наберу, там, не знаю, штучек 6. И будет нормально. Итак, вот наша спасательная шлюпка. Я как раз хочу посмотреть, что там за новая анимация выхода из шлюпки наверх. Когда он вылезает из нее. Ну-ка. Да, действительно, все по-другому сделано. Реально. А звук этот зачем было добавлять, я что-то не понял. Ну да ладно. Может быть это просто совпадение. Что там у нас, что за сообщение? Помощник Кин. Говорит второй помощник Кин со спасателя капсулы 19. Капитан погиб. Я принял на себя командование. Сканирование показывает сушу в километре к югу от места крушения. Держитесь вместе и соберитесь на точке встречи. Удачи. Это сообщение будет повторяться. Координаты встречи с кожаной загружены. Координаты источника передачи. Где? Где у меня координаты местохраждения сигнала загружены в КПК? Так, ну-ка давайте все-таки сделаем то, что мы давно хотели сделать. А именно поплавать по капсулам. Мы отправляемся к этой 19 капсуле. Посмотрим, что там происходит. Вот капсулы нашел. Здесь вроде ничего особо опасного рядом нет. Кто взломал капсулу? А кто взломал капсулу, черт тебя подери? Давайте оставленный КПК заберем. Что там внутри может быть? Еще один КПК. Почему-то два КПК. Ладно. Больше ничего нету. Нет, пошли внутрь мотылька. Посмотрим, что в этих КПК написано. Голосовой журнал помощника Кина с капсулы 19. Капитан, Кин, это Аврора. Ответь, помощник Кин. Слушаю вас, капитан. Компьютер обнаружил сушу координаты и предлагаю. Я хочу, чтобы ты собрал экипаж там. Помощник Кин. Понял вас, но капитан, теперь ты за них отвечаешь. Не подведи их. Капитан, вы должны эвакуироваться. Никак нет. Надо дать твоим ребятам шанс разобрать корабль и связаться со штабом. Я попробую управляемый спуск. Взрыв на борту Авроры. Помехи. Понятно, капитан пытался посадить Аврору. Я понял. Всему экипажу, если вы читаете это, значит вы следовали за автоматическим сигналом бедствия, отправленным за бортового компьютера этой спасательной капсулы. Вопреки моим приказам. Я был вынужден эвакуироваться. Вам приказано забыть о моей безопасности и пытаться добраться до назначенных координат встреч на ближайшей суши. Надеюсь увидеть вас там. Понятно, никого мы не увидели. Куда они все делись? И почему... Видите, как все вскрыто, как вырвано оттуда? Такое ощущение, что их кто-то оттуда вынимал прям. Специально все это дело вскрывал. Поплыли наверх. Ну что ж, у нас почти все готово. Осталось только сделать пласталевый слиток. Сейчас литий возьму, секунду. Я его, кажется, вот сюда... Нет, это кристалл на сторону опять. Господи, где же вот он он? Отлично. Берем литий. И относим сюда. Делаем с вами последний пласталевый слиточек. Отлично. Теперь у нас есть все ресурсы. Можно, кстати, лишнее будет сейчас убрать. Итак, все ингредиенты есть. Давайте делать с вами креветку. Во время первого управления костюмом креветка вполне нормально испытывать чувство безграничной мощи. Операторы креветки проходят несколько недель обучения для нейтрализации данного явления. Вам же придется самим научиться держать себя в руках. Безграничной мощи. Это было прикольно сказано. Привет, креветка. О, привет, прикольно. Она даже с нами разговаривает. Плывем, все хорошо. А, вот теперь не плывем, теперь мы с вами идем. А вот это что такое? Это она может кого-нибудь хватать, цеплять. Так, секундочку. Хватать, цеплять. Это кого я могу схватить, цепануть? Рыбку могу? Гэри, иди ко мне. Ну-ка, опа. Вау, прикольно. А куда она делась? Куда она делась? Здесь где-то есть у нее хранилище, что ли? Точно, она переложилась в хранилище. Ладно, давайте переложим и... И мы ее просто-напросто выбросим. Плыви, плыви, ты свободна. Так, это все замечательно, но нам для креветки нужно сделать улучшение. Она может вот сюда зацепиться или нет? Да, отлично, она стыкуется. Так же, как и мотылек. Так, а у нас с вами появилось новое сообщение. Аврора, это солнечный луч. Мы уже на орбете. Наши сканеры обнаружили место для посадки, вот только оно помечено как опасное. Это наш единственный шанс. Мы отправили вам координаты. Мы будем там через два дня. Скрестите пальцы, чтобы погода не подвела нас. И не заставляйте нас ждать. Солнечный луч, конец связи. Черт бы вас подрал солнечный луч. 40 минут. Я очень хочу их спасти. Я не вызывал солнечный луч, потому что я думал, что может быть, можно будет спасти, когда можно будет излечиться. Но я увидел видео, которое было выпущено 4 дня назад, если не ошибаюсь, но не 3 дня назад на одном из американских каналов. И там доказали, что спасти его нельзя, потому что это заскриптованные сцены, и он все равно взрывается. Может быть, в будущем разработчики что-то доделают, но навряд ли его можно будет спасти. Я не устаю удивляться, насколько далеко всех разбросало друг от дружки. Кстати, вот эти леса, грибов раньше жутко лагали и очень-очень долго прогружались. Теперь же, как видите, все очень быстренько так прогрузилось, очень четко, быстро. Вон, смотрите, раз-раз и все, никаких лагов. Вот это, вот это клево, вот это они хорошо сделали, молодцы. Я вот тут вижу литий, это просто замечательно, потому что литий у меня заканчивается. А, еще что-нибудь есть полезненькое? Еще что-нибудь полезненькое? Тринадцатая капсула? Да, чувак, тебе не повезло, видимо. Это можно, конечно, свалить на тринадцатую капсулу, а может из-за того, что здесь все капсулы, кроме моей, были разгромлены. Но непонятно кем. Так, еще литий. Еще литий, все замечательно, мне этого хватит надолго. Я думаю... Постой, я тебя находил, походу, да? Ну-ка, внутрь... Нет, КПК я не подбирал. Голосовой журнал эмиссара капсулы 13. Хорошо, полезли в мутылек, посмотрим, что там за голосовой журнал. Система спасательной капсулы активный, пассажир 0.7, эмиссар Джучи Хасар сел в спасательную капсулу, начата процедура запуска спасательной капсулы, отстыковка, так, Хасар. Мои создатели, хранители и вседержители миров, дайте мне на сей день повседневных благ моих, как я дарую тем, кто ищет благ во мне. Но все там молился, понятно, укажи мне путь жизни и стени любви, ибо со мной силы я един, ныне во веки веков, столкновение неизбежно. Жизнь это игра, в которую вселенная играет сама с собой, я закончил играть этой кучкой плоти, верни меня о них. Ну, да. Божество о них, понятно. Ах, господи, ничего интересного здесь не было. Поплыли обратно, может быть будет еще один сигнал. Я плыл к острову, и кажется, я вижу еще одну капсулу. Точно. Не знаю, я здесь был или не был. Нет, маловероятно, что я здесь был, потому что там внутри свет, это скорее всего КПК светится. Давайте сплаваем и посмотрим. Еще 24 до того момента, как прибудет солнечный луч. Технологий нету. КПК. Бортовой журнал капсулы 3. Что ж с вами со всеми случилось? Больше здесь ничего нету. Ну, только фрагмент морского глайдера можно на Титан разобрать. Можно разобрать на Титан. Журнал в третьей капсулы. Ситуационный анализ завершен. Коммуникационный передатчик отключен. Проклятие, как мы найдем других без сигнала сбора? У нас есть азимут на место падения других капсул. Ты хочешь просто поплыть туда? Если какая-то помощь придет, она может быть в годах пути. Я вижу глайдер снаружи за люком. Если мы сможем его починить, мы доберемся до остальных и соберем материалы для постройки постоянного жилища. Мы в паре шагов от роскошной жизни. Я выйду и посмотрю, что можно найти. Ну, в общем, да. И ничего из этого, я так понимаю, как всегда не вышло. Какие-то все неудачники они. Только мне одному, что ли, повезло? Они выбрали хорошее место для приземления. Интересно, а если приземлиться на эту планету с другой стороны планеты? Ведь там-то они не смогут этой пушкой, скорее всего, достать, сбить. Да уж, если бы только мы могли с ними связаться и сказать об этом. А так они просто выбрали самую ближайшую точку, удобную для посадки от места крушения Авроры. Вот и все. Эх, очень обидно. Ладно, оставляем циклопа здесь. Так. И пойдемте с вами в креветку. Я хочу попробовать бур. Как он работает? И вообще, работает ли бур или нет? Так. Отлично. Давайте попытаемся найти какую-нибудь жилу, которую можно подобывать. О, большие залежи настурана. А это что? А, это все-таки алмаз. Это все-таки алмаз. Так, где мой, где мой, где моя креветочка? Вот креветочка. Там огромные залежи настурана и алмаза. Совсем рядом. Чуть-чуть до них не дошел. Надеюсь, эта зараза сейчас здесь не появится. Больше. Так. Ау! Ау, 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 ау. Это кто был? Кто-то нехороший, в общем. Это был кто-то очень нехороший. Давай, иди отсюда. Ну-ка, брысь. Вон отсюда пошла. Вон они. Вон эти запасы. Отлично. Не, ну вы представляете, сколько их тут. Обалдеть. Есть алмазики. Куда? Стоять. Алмазики не надо падать. Стоп. Стоп. Дай, мне нужно подобрать алмаз. Взял. Отлично. Давайте как-нибудь вот так вот встанем, чтобы они от нас цеплялись и мы могли их собирать. Отлично. Давай, давай, побольше алмазов. Четыре минуты еще. У нас еще четыре минуты. Еще алмаз. В общем, я так понимаю, что я теперь никогда с корпорацией Альтера не расплачусь за вот эту добычу ресурсов. Так, 350. Нужно будет вовремя сплавать и посмотреть, что там у нас с солнечным лучом происходит. Прикольно. Я как знал. Я как знал, что как раз на креветке можно будет это собирать, потому что... Ну, это даже дураку, мне кажется. Понятно. Если есть бур и есть вот такие огромные залежи, значит при помощи буру можно их собирать. Так, ну что ж. Выползаем отсюда потихонечку. Сейчас прилетит. Вот туда нам нужно доплыть, добраться. Секунду, стой. Успокойся, стой. Нам нужно сейчас открыть у креветки нехранилище. Мне нужно улучшение открыть. Вот, доступ к улучшению. Убираем обратно руку захват. Закрываем, садимся внутрь. Тихо, тихо, тихо. Внутрь. И... полетели. Во, вот так вот гораздо лучше. Вот это скорость, я понимаю. Там меня преследуют, но ничего страшного. Сейчас выберемся отсюда. Тяга 99%. Уоп. Шикарно. Ну что, ребят. 10 секунд. Они засекли. Они засекли солнечный луч. КПК. Внимание, подключение к локальной передаче от солнечного луча. Я не могу поверить, там кто-то есть. Выжившие с Авроры. У нас сигнатура вашего КПК. Я не знаю, как вы выбрались из этого места крушения, не говоря уже о том, как вы выжили столько времени, но мы будем рады взять вас на борт и мчаться со всех ног обратно в пространство Федерации. Отойдите, мы приближаемся к месту посадки. Вход в атмосферу через 5, 4, 3... Что это? Красный всплеск? Да. Это было красиво. Представляете, то есть, насколько Аврора больше солнечного луча? То есть, в ней там просто была пробоина или там парочку пробоин было нарисовано, да? А этот просто разлетелся на куски. Аврора выдержала выстрел из этой пушки. Вау. И рассвет начинается. Символично. Привет. Дай пять. Ха-ха-ха. А-а-а. О, смотри, 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 пушка. Символично. Оп. И в стандартное положение. Ну что ж. А, она еще задвигается. Я понял. Я понял. Прикольно. И дает сигнал. Такое ощущение, как будто бы даже она трубит по погибшим. Давайте, наверное, на этом завершать этот выпуск. Огромное спасибо за внимание. Надеюсь, что он вам понравился. Мы сделали с вами креветочку. Костюм просто шикарный. Мне очень понравился. Подобывали ресурсов. А-а-а. Немножечко покатались по капсулам. В следующем выпуске продолжим. Ну и в следующем выпуске я за кадром сделаю для, м-м-м, своего циклопа улучшение для погружения. И мы с вами, скорее всего, отправимся. Где-то у меня был это, вот, нет-нет-нет. Где-то у меня была эта отметка. М-м-м, в общем, отправимся к теплоэлектростанции, которая находится где-то в лавовой зоне. И я так понимаю, что там сидит император. Ну, потому что от спойлеров делаться некуда. Я уже, в принципе, про императора, про его существование знаю. Понимаю, что он где-то там находится. А на этом давайте завершать. Если вам этот выпуск понравился, пожалуйста, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски по этой игре, а также другим играм. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем выпуске.